Одесской юридической академии исполнилось 20 лет. Торжественные мероприятия прошли в оперном театре. Студентов, преподавателей и руководства вуза пришли поздравить высокопоставленные гости. Свои поздравления прислали президент и премьер-министр страны. Подробности в сюжете Константина Гречанова. 20 лет Одесской юридической академии. Торжества начались, как и подобает. На сцене звучит гимн Украины в исполнении хора Одесской национальной музыкальной академии имени Неждановой. С таким грандиозным праздником профессоров, преподавателей, студентов и друзей вуза поздравил основатель университета, известный государственный политический деятель, народный депутат Украины, почетный гражданин города Одессы, президент Национального университета Одесской юридической академии, академик Сергей Васильевич Кивалов. Я горжусь нашим профессорско-преподавательским составом и хочу пожелать всем нам творческого подъема, успехов. Хочу, чтобы в ваших домах, в ваших семьях было тепло, был уют, был достаток и пусть нас всех хранит Господь. Спасибо вам за все. В день 20-летия коллектив Одесской юракадемии принимал поздравления от первых лиц города и области. Глава Одесской облгосадминистрации вручил нагрудные знаки от Верховной Рады и отличия облгосадминистрации членам коллектива вуза. Одесские правники неотминно станут творцами новой истории украинского права. Почему я уверен? Потому что так было 170 лет, 170 лет существования Одесской школы права. Ее славетные традиции успадковал виш, лидер юридической области нашей Украины. Национальный университет Одесской юридической академии – это не только знание, это не только колоссальный труд всех абсолютно без исключения, это еще и активная жизненная позиция, активное участие в жизни города. Потому что в самом прекрасном городе Украины, в городе Одессе должен быть самый прекрасный вуз. И я хочу, и думаю, вы меня поддержите, сказать огромное спасибо и поаплодировать Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он создал такое действительно чудо Одесское. Спасибо вам. В честь юбилея коллектив Национального университета «Одесская юридическая академия» был награжден орденом «Трудовая слава», а президенту вуза вручили орден Григория Григорьевича Морозли первой степени. А также наградить почетным знаком отличия Одесского городского головы «Трудовая слава», трудовой коллектив Национального университета «Одесская юридическая академия». Пожелания развития и стабильности прозвучали в этот день от заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, который обратился с поздравительным адресом от премьер-министра Украины. Буз также поздравил заместитель министра образования и науки Украины Роман Греба. «Тому что тут есть что посмотреть, потому что есть вещи, которые действительно вражают, которые по-справжному, по-доброму показывают то, якою должна быть современная учеба. Успеба с использованием современных методов учеба, это и лейнофонные кабинеты, это и криминалистические средства, это и библиотека современная. То есть очень много лабораторий разных, есть мест, где можно учиться. И самое главное, это выкладчики». Высокопреосвященнейший митрополит Одесский Измаильский Агафангел, по благословению которого в Одессе появилась первая в Украине студенческая церковь святой мученицы Татьяны, также чествовал университет. Митрополит вручил ордена Украинской православной церкви, руководству вуза, профессорам и преподавателям. «Сердечно приветствовать вас знаменателем юбилея со 70-летием Одессской школы права и 20-летием Национального института Одессской юридической академии. Строгое исследование установленным законом может динамично и достойно формировать личность человека, стабильно и справедливо устраивать общественный строй государства». С наилучшими пожеланиями к коллективу вуза со сцены оперного театра обратилась председатель Национальной ассоциации адвокатов и Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова. Благодаря меморандуму о сотрудничестве между Одесской юрокадемией и Национальной ассоциацией реализовано множество совместных проектов. Среди многих подарков в день рождения вуза стали выступления победителей украинских и международных конкурсов, лучших музыкантов и танцевальных коллективов страны. Сразу после того, как был зачитан поздравительный адрес генерального прокурора Украины Юрия Луценко, почетный работник прокуратуры, генерал-полковник юстиции Сергей Кивалов вручил отличительные награды генпрокуратуры членам профессорско-преподавательского состава вуза. Поздравительные адреса с наилучшими пожеланиями процветания «Альма-Матер» присылал министр юстиции Украины Павел Петренко. Затем череда поздравлений перешла к Министерству внутренних дел Украины. Очень торжественное мероприятие. Очень рад, что пригласили органы нацполиции и МВД в целом. Всегда нуждаются в высококвалифицированных кадрах. И именно сейчас юридическая академия готовит специалистов, юристов, которые играют первую роль в реформировании системы МВД. Поэтому очень рад, что в числе приглашенных, очень надеюсь, что выпускники, студенты пополнят ряды именно нацполиции в Одесской области. Профессоры и преподаватели вуза также были представлены к отличительным наградам Конституционного суда Украины, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Вы посмотрите, сколько выпускников нашей академии работает сегодня в разных правовых институциях. Это и в судах, и в прокуратуре, адвокатами. Наши выпускники были главой Конституционного суда. Поздравили Одесскую юрокадемию, руководство Государственной судебной администрации Украины, Высшего специализированного суда Украины и Высшего хозяйственного суда Украины. Вузу процветания, профессорско-преподавательскому составу терпения и долгих лет, студентам прекрасных легких экзаменов и сессий, и побольше экзаменационных автоматов и зачетов. В этот знаменательный день университет получил почетное отличие Всемирного юридического альянса «Лидер в сфере юридического образования», а Сергей Кивалов получил всемирное звание «Выдающийся деятель современности». Пожелал дальнейшего процветания вузу председатель Союза юристов Украины Святослав Пескун. Я хочу побажать всем выкладчикам, студентам, выпускникам юридической академии, какую бы они специальность не опанували, чтобы они имели здоровье, наснагу, творчую вдачу, чтобы у них то, за что они будут боротися все свое життя, за верховенство права в державе, чтобы они перемогли и чтобы действительно таки в Украине было верховенство права. Отмечая знаковый юбилей «Альма-Матер», Сергей Кивалов вручил звание почетного доктора университета Хонорис Кауза Валерию Пустовойтенко, украинскому государственному и политическому деятелю, экс-премьер-министру Украины, который в 1997 году поддержал идею создания Одесской государственной юридической академии. Стала независимая Украина. И мы должны были привести наше законодательство как независимую страну. Здесь уже собственная. И у нас не было базы. Надо было создавать. При помощи университета национального Одесского. Решен вопрос абсолютно подготовки юристов к Украине. Также удостоился звания почетного доктора Йозеф Боллок, учредитель, владелиц и руководитель юридической фирмы в Швейцарии, почетный консул Украины в швейцарском городе ЦУГ. В 2001 году Боллок впервые посетил университет и учредил программу стажировок в Швейцарии для студентов и аспирантов Национального университета Одесская юридическая академия. И на этом приятные сюрпризы и подарки не закончились. Председатель Ассоциации греческих предпринимателей и предприятий в Украине Пантелеймон Бумбурас вручил ключи от новых квартир четырем сотрудникам вуза. Сильная страна, когда есть сильная армия, когда есть сильная культура, когда есть сильный спорт, когда есть сильная медицина. Но очень важно, когда есть очень сильное образование. Я уже как коренной одессит хочу сказать огромное большое спасибо Сергею Васильевичу за юридическую академию. Знаете, говорят, незаменимых людей не бывает, но это ошибка, потому что в нашей жизни такие люди есть. Это наши родители, которые дают нам жизнь. Это наши два крыла, которые не дают нам падать. И это наши учителя, которые учат нас идти каждый день по этой жизни. И сегодня здесь очень много учителей, благодаря которым я, наверное, этот день состоялся. И с нами учитель от Бога и человек от Бога – это Сергей Васильевич. Поэтому спасибо вам за академию, спасибо за то, что вы для нас делаете. Ярким украшением праздника стало выступление студентов университета в составе квартета «Де Юре» с композицией «Одесская папури». Присоединяются к поздравлениям и желают Одесской юрокадемии больших успехов и новых побед Константин Гречаны, Наталья Апара, Юлия Польнова, Анастасия Кричко, Григорий Евич и вся команда телеканала «Репортер».